Всем привет! У нас еще нет 10 утра, а мы уже съезжаем в Сочи из Лазаревского. Вон Коля там переносит наши вещи. Я уже все собрала. Этот прекрасный в кавычках номер. Мы просто никогда в таких дешевых не жили. Поэтому здесь, конечно, своя романтика. Свет вечером не включить, чтобы насекомые не залетели. Интернета нет, телевизор тоже не включить. И прям так получается романтично. Тихо, спокойно и темно. Вот так мы здесь и жили. Вот так вот. Здесь красивый вид с балкончика. Ну, такой общий балкончик и много-много комнат. Всем привет! Всем привет! Устал? Конечно. Ехать нам в ту сторону, в сторону Сочи. Дорога из Лазаревского в Сочи по такой тенистой аллее. Так красиво. Справа должно быть море. Не знаю, оно, видим ли мы. Я не могу. Видно через деревья. Да, через деревья. Дорога кайф. Дорога хорошая. Объехали фуру и вот теперь все хорошо. Дорога свободная. Народа почти нет. Ну, в смысле машины почти нет, потому что 10 утра. Ну, там, наверное, много дороги нет. Ну, видно вдалеке. А тебе нравится, как нас крутит из лево-вправо, лево-вправо торможение? Ну, да, нам нравится, потому что у нас же такого нет. У нас там просто равнина и все. Вот здесь интересно, конечно. Мне нравится. Мы на заправке остановились. На Роснефте всегда останавливаемся. Такая большая крыша. Если есть Роснефт, да, то на Роснефте. Мы заправляемся через Яндекс.Заправки. Ой, едем всего 45 минут. Такие сонные. Равно выехали. Мы никогда так рано не выезжали. И 10 утра, чтобы уже выехать. Там где-то море, но его, наверное, не видно. А, вон, вон видно. И вон агава растет. Коля говорит, агава, которая нанюхала с бензина. Да, наверное, убойная текилка будет. Наверное, не будет, потому что она для красоты. А это убойная текила женщины. Море, природа такая красивая. И пальмы, конечно же. Везде пальмы. Коля говорит, такое ощущение, как мы едем в лучшем году. Ну да, очень много растительности. Очень густо. Как-то все поменялось немножко. Алия такая. Ну, тут по-разному. Мы уже ехали. Сейчас, наверное, спускаемся с ними. Или, может, Сочи, Аллы, Голи. Очень много гришников стоят. И все по левой стороне. Да, все по левой стороне. То ли мы счастливчики, то ли. В воскресенье большинство людей, мне кажется, сейчас уезжают из Сочи. Да, и они об этом знали. Да, и... И стояли все по той стороне. Ну, очень много, очень часто. И Коля моргает, говорит, они смотрят на меня. Ну да, у нас принято. Гаишников, видишь, проехал от них. И поморгай в стречке. Обозначь то, что впереди гаишники. На меня смотрят, как на Дорокая. Смотрю на машину. Чего он не моргает? Не знаю, на юге, может, не заведено моргать? Можно. Странно. Чем ближе к Сочи, тем больше стало машин. То есть уже пробки собираются. Все-таки и туда едут, и оттуда едут. Везде машины, но обогнать здесь не надо. Ну, круто, что в тени. То есть мы кондиционер практически не используем. Очень удобно. Мы еще рано едем. Поэтому не сильно жарко. Ну да, мы уже обед. Уже 11.25. Такие у нас виды. Ну все, пробка. Не у нас, а у них. Сейчас мы здесь, значит у нас. Ну ладно. Дерево с листочками. Да, это говорим реально. Представится наружу. Все, встанем в пробки. Тут у нас справа река Ира. А почему Ира, а не Ирина? Потому что Ира. Ну это как-то грубо. Какая-то она маленькая. Может, какая-то Ира. Как-нибудь другое удаление. Это мы где? Проехали до Гамыс вроде бы. Мы едем до Гамыс. Нет, мы уже проезжаем его. Ну да. Касательно. Здесь такие большие высотки. Ну здесь нет. Но одна была. Ну мы так касанием проезжаем. Ну как обычно пробки. Очень-очень медленно едем. Ну зато нам позвонили и наш отель нас ждет. Уже готов, да. Хотя мы сказали приедем в 4. Так что сразу заселимся. Все хорошо. И потом покушаем. Я еще не завтракал. Я хотел настолько быстро уехать. Что даже завтракать не стали. Да, уже почти в 12. Заезжаем в туннель. Это... А уже был знак Сочи? По-моему, он был центральный район. Ну короче, где-то мы подъезжаем. Какая красная. Я никогда не была в туннеле. Особенно в таком длинном поле. Второй километр. А давай ты открой в окна. Давай. Громко стало. Да, так он же не атак. Прикольно. Аккустика прям. Мы проехали уже туннеля 4, наверное. Их так много. Или это уже 5-й даже был. И опять въезд туннель. Так круто вообще. Первый раз в туннеле. Это незабываемо, да? Вот всякие двери, то есть щиты. Необычные двери. Ну коротенькие уже. Вон, вентиляторы сверху. Такие мощные огромные. И здесь фонари такие округлые. Сразу видно. Такая целивность. И вон еще туннели честь. Но нам надо сворачивать. Но нам и в туннель, да. Все, хватит наездиться. Но может у нас тоже будет где-то? Нам 4 километра всего осталось, да? Да. До дома, до гостевого дома. Мы заселились. Вот здесь у нас получается дверь. Холодильник. Вот так вот выглядит сама комнатка. Две кровати соединенных, да, здесь? Да. Ну это нормально. Лучше, чем там было. Ну посмотрим, как матрас еще. Ну нормальный. Да, твердый? Да уже без этих, без пружин постреляющих. Окно, французский балкончик. На него нельзя выйти. Только маленький. Почему можно? Сетки нет. Поэтому здесь целая туча мотыльков сидит. Это огромный минус. Что все насекомые будут в номере. Зато мы можем включить кондиционер. Зато есть кондиционер, да. Надо будет проверить, работает он или нет. Картина. Вай-фай не работает. Вай-фай не работает. Ну как обычно. Самый высокий этаж у нас третий. В каждой гостинице у нас самый высокий этаж. И тащить вещи очень тяжело. Притащили, уже устали, да? Ну, надо... Курилом пахнет. А? Курилом пахнет. Чувствуешь? Нет. А теперь чувствую. И пельменями. Не пельменями. Ну как обычно. Потому что... А, давай посмотрим, что тут за окном. Вот. Нам выделили место для машины. Вон там внизу столовая. На лестнице прям сидят, курят. А он прям на лестнице курит. Где на лестнице? Ну вот, в столовую вниз. Поэтому мы счастливчики. Мы уж думали, здесь со своей комнатой никто не будет курить. Но нет. Они будут курить на кухне и будет пахнуть у нас. Есть телевизор чуть больше предыдущего. Столик. Так. Душевая. Мне кажется, мы сюда вот не поместимся с нашим ростом. Ну, будем стараться. Будем стараться поместиться, да? И скривиться. Унитаз. Инсталляция. Зеркало. Окно. Раковина. Тоже маленькая. Там тоже была маленькая. Зато есть мурно. Всё самое необходимое есть. Ещё шкаф есть. Это тоже хорошо. Слушай, там наверху одеяло, да? Одеяло есть. О-о-о. Крутяк. Не замёрзнем. Вот тебе море сразу, кстати, на стене. Не, такое море неинтересно. Ты думаешь? А на другое идти далеко, наверное. Сейчас посмотрим. Сейчас на машине на разведку. Мы вообще не поняли, где мы находимся тут. Говорят, что припарковаться можно только возле зимнего парка. Ой, театр, зимний театр. Да. Ну посмотрим. Мы сейчас съездим на разведку. Посмотрим, чего, кого и как. Не знаю, купаться, наверное, пока не будем. В столовую главное надо, потому что сил вообще нет. Голодные с самого утра. А можно? Зашли в столовую шашлык. Где-то на берегу тут нашли. То, что мы взяли. Какое, сколько? 1100. Да, это всё 1100. Здесь, конечно, гораздо дороже всё. Один компот стоит 70 рублей. Ну, а это Сочи. Мы к этому будем готовы. Мы на набережной. Это у нас пляж-цирк в районе этого пляжа. Здесь была Вскаловая. Здесь вот такие высотки везде. Фонтанчик. Наверное, отели или дома. Не знаю. Наверняка отели. Красиво. Всё красиво. И вот прям лавочки с навесами. То есть хорошо можно в теньке посидеть. Ну, там сейчас не особо тенёк, но всё-таки немножко есть тенёк. Везде пальмы. Свободно как-то, да? Да. Народу нет. Ну, видимо, это потому что не центральный пляж. На пляже есть места. Здесь нет толпушки. Наверное, мы просто не в курортном месте. Я говорю, прям в тропике. Влажность и жара. Влажность и жара. Да, да, у нас даже в номере пахнет влажностью. Пальмы маленькие, ещё меньше, большие. А вот люди в ресторане сидят. Ресторанов много, кстати. Больше, чем где-либо. Как говоришь? Ресторанов, говорю, много. Очень много. Больше, чем где-либо. Наконец-то первая халява. Бесплатная пива. Нам дали просто бесплатно. Но балки, которые там стоят. Подожди, это что, пиво прям? Балки безалкогольные, лайм. Я думала, это какой-то... С витамином С, В и Е. Это прям пиво-пиво? Напиток пивной, безалкогольный, нефильтрованный, неосветленный ароматизм. Попробуем дома? Ну, да. Мы такое не пробовали. Странно, что бесплатно раздают. В чем-то подвох. Пойдем еще раз так. Только в другой одежде пойдем. Ну, переодеться? Да. В машине можно переодеться. А мы вот там, вот это вот столовая, да, в которой мы были? Да. И там, кстати, стоянка инвалидам бесплатно. Платная стоянка. А так стоит 100 рублей час. 100 рублей час. 100 рублей час, ну, нам бесплатно. Для Сочи, мне кажется, это очень недорого. Ну, нормально, да. Для Сочи, да, недорого. Ехали на море, оказались на речке. Мы решили поехать на центральный рынок за арбузом. Не смогли там найти парковку. Припарковались далеко. Здесь вот плывет река Сочи. И вон там вдали припарковались. И, думаю, заодно по мостику прогуляемся. Пройдемся. Интересно, тут купаются? Может быть. Хотя зачем им тут купаться, если у них море есть, да? Ой, слушай, его так шатает. Да. Ого. А, он висит? Он висит. Итак, мы на центральном рынке. И нам все пихает. Не дают проходы. Проходы не дают вообще. Хамон можно было бы, типа, кто-то отказался. От кого? От хамона. Да ладно? Так это же брать потом надо. Ну да. Это же не просто так, а другого. А, не вкусно, да, я пошел. О, кофе. Все по 100 рублей. Это я люблю. Это моя цена. Ты домой купишь себе кофе? Кофе? А, можно. Мясо. Ну, мы, короче, оттуда по касательной убежали. Потому что там невозможно пройти. Заставляют все пробовать. Кроме с вилкой за тобой бегают. Да, кстати. Короче, нам все равно на рынок. Мы пьем кофе. Играем. Вот такие вот автоматы. Но она же тоже такие раньше стояли в городе. Ну да, раньше. А сейчас нет? Да, есть. Сейчас ты стоят, да? Ну. Ну что? Что-то как-то болтает сильно. Как и всегда так. Это еще не сильно. Лохотрон. Да ну. Да. Честное слово. Кстати, я никогда не знал, что значит мясо. Аляль. Это очень интересно. Итак, на рынке у нас. Мясной отдел. Большой. Это тоже яичный, наверное, отдел. А, домашняя всякая штука. Это вообще я не знаю, что такое. Сыр копченый. Мед. Не только. Ирина Геннадь, найдем у нас что-то шарющее. Я делаю вид, да, что мне очень интересно. Да, что тебе интересно. А, чтобы за тебя не закопались, да? Тут очень вкусные пироженки. Всякие разные. Корзиночка. Не корзиночка. Картушка. Вера. Идем все ими домой? Да, но не сейчас. Кстати, оливки. Морская живность. Может, по чуть-чуть кладете? Кого? Не, по чуть-чуть нельзя. Я за рулем. Когда-нибудь по чуть-чуть, тогда по многому. Всякая морская живность. Не так. Зашли на рынок. Он здесь на втором этаже. Так необычно. Необычно, что под крышей. Необычно, что темно. Персики нам сказали 200. Большие персики, мы спросили, а не 200. Кстати, инжирные тоже, ну, люди, вкусные. Наборы с персами. Побирайте чайбери. У нас самые вкусные. Чурчхела. Фасоль. Всяких овощей. Помидоры 180. А я в Сибири дешевле брал. Специи всякие разные, какие хочешь, на любой цвет и вкус. Восточные сладости. Чудно сок, я пропал уже, пропуковал. Наверное. Тухлые какие-то, все продают. Чай очень вкусный. Специи, соус. Курага, горная, лечебная, 800. Лечебная курага. Первый раз вижу лечебную курагу. Компотка, смесь, яблоко, сухофрукты. 300 рублей килограмм. Но цены... Жизнь меня к такому не готовила. К чему? А не просто как саранчика. Ой, как больно, арбуз по ноге. Как можно арбуз поставить, он же круглый. Поехали. Итак, жизнь меня к такому не готовила. Они просто как саранча налетают. Там и людей много, и они не дают прям врандию. Это возьми. Я ему говорю, дай трех персиков, он мне полтора килограмма. И очень дорого. Персики 200? Арбузы? Нет, персики 250. А, 250, да. Это я стартовался до 240. Но они недовольны. Да. Арбуз по 40, я говорю, я внизу по 30, но он мне до 35 скинул. Сладкий? Не сладкий принесу, я запомнил, где он живет. Паковаться сложно. Не, правда, некомфортно очень, потому что ты не можешь не посоветоваться, они кричат, кричат, суют вилки в рот. Это сложно прям. Тебе рамки вытекают? Не комфортно. Да, давай возьмем. Я уже забыла про них в этой суете. Я хочу вот это манго. А чизкейк будет? Это чизкейк. Чизкейк в Нью-Йорк есть? Да, я хочу шоколадный. А где Нью-Йорк чизкейк? Вон. Вечерком, так, время уже полшестого, мы решили пойти на море. Вот, получается, здесь мы едем одностороннее и вон туда нам нужно вверх идти. Здесь везде пальмы. Они такие мохнатые. И на них очень много пауков. А наверху вот еще одна дорога. Нет, пойдем там, где нам сказали. Вон туда. И я хочу засечь время, сколько здесь до моря. Говорят, 10-15 минут. Хотя по карте, кажется, очень далеко. Посмотрим. До пляжа мы дошли минут за 17. Это у нас пляж Приморский 2. Здесь качели, моря, народа много. И вон там вдали люди стоят на какой-то косе. Ну, как будто на ухне. Сейчас доплывем и знаем. И потом люди идут, идут еще. Чуть-чуть поплаваем. А время уже 6. Люди все идут и бегут. Да. Вот такое вот море. Покупались на пляже. Мы говорили, да, что это за пляж? Приморский 2. Он хороший. Нам понравился, что там нет крупных камней муниципальных. Да, и за курящими сидят, спасающими гоняют. Да, они разрешают курить. Ага, это очень хорошо. Комфотненько. А тут магазинчик сувениров. Военных, да, сувениров. Ну, за Трептополь. Ага. Когда его построили, американцы обделались сразу. Нифига себе. Смотри, какая из 3. Маленький-маленький. Это флешка похожа, да? Ее улезли. Да? Да, это флешка. Это круто. Такой подарок прям крутой. Давай зайдем, посмотрим. Купим кому-нибудь флешку. Смотри. Машинка шейная. Ты видишь? Ага. Сколько мелочей. Красота вообще. Сколько Трептополь стоит? Короче, я не хочу КВ-1. Не, ну я хочу. КВ-1 это какой? Это вот этот. Вот про это мы спрашиваем. КВ-1. Он стоит? 27,5 тысяч. Пойдем дальше. А вот из 3, вот этот маленький флешка, стоит 5 тысяч. Ну 5 тысяч, ну в принципе оно того стоит. Потому что оно красивое, и какому-нибудь любителю, еще и видя флешки, это будет хорошим подарком. Да, да. Можно за 5 тысяч купить какому-нибудь дорогому человеку. Вы слышны из фазы. Агентство недвижимости. Не, 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 я больше на эту ферню не поведусь. Я посмотрел домик 100 квадратов, 20 миллионов. Где? Здесь? В Еленжике еще посмотрел. Подарки феи. На подарки феи поведешься? А, ну что, на подарки феи. Это из стекла украшения. Блин, да столько всего интересного, да, чего нет в тех курортных городах. О, арбузик. А мы купили. Да, мы купили, потом дом покажем. Забыть его, наверное, опять. Столовая. Идем на втором этаже. Выглядит. Смотрим. Она так шикарно выглядит, что я даже не знаю. Здесь, конечно. О, смотри, какой вид. Просто обалдеть. В этой столовой мы взяли два цезаря. Один цезарь стоит 200 рублей и два компота. И Коля себе взял пиво с поджаркой. Все это вышло 700 рублей. У нас тут вид, я выбираю, на закат вид, с этой стороны, а в другой вообще на бескрайнее море. Пойдем сейчас мыть руки. Идем вдоль набережной, решили немножко прогуляться. Там уже солнце село. Тут креветки, мидии, рыбная креветка. Читая там всякая разная живность. В основном морская. И здесь тоже, видишь? Везде. Рыба, рыба, рыба. А это, наверное... Короче, мне тут подкушать нечего. А, ты рыбу не любишь? Да ты просто не разбираешься. Надо попробовать. Безлимитная, игристая на завтрак. Нормально. О, теперь я себе. Вот это хороший завтрак. Жареные мидии. Вот тоже все морское. О, суши смеши есть. Чуть-чуть, немножко суши есть. Мармелад. А ты и мармелад, кстати, не любишь же. Не люблю мармелад. Какой выгодный муж? Легко, газ. Просто самый выгодный. Кино на море. Мм, кино. Миньоны? Нет, в римские каникулы. Нет, без миньонов я не пойду. Крюшкина переработка. Помнишь, как мы видели в Новороссийске? Там дельфин такой стоял. Я считаю, что кальянное должно быть кальянное. Какое должно быть кафе? Что на театре, кинотеатре. А тут все вместе, да? Да. А что там такое висит наверху? Что такое? Не, зачем? Не хочу. А что висит такое на потолке? Не знаю, ткань такая. Детская зона небольшая. Ну, детская зона. Детскую зону нашел? Ты даже в качельку не поместишься. Я смогу? Нет, не надо было есть целый цезарь. Цезарь хочется. Да, ничего такое. О, смотри, тоже красиво. Да-да-да. Аквариум. Тоже морское. Наверное, тоже что-то морское. Пока мы здесь, надо есть морепродукты. А я с тобой ничего не могу долбую. Морские ежи тут лежат. Говорят они? Нет. А может, я не могу. Нет, похоже, похоже. Говорят, они очень вкусные. Здесь кот. Он точно живой? Он сидит замерзший. Как статуи. Курит прям в ресторане вообще. Смотри, вот эта залипательная штука. Видишь? Ага. Что это такое? Металлическая, да? Это она такой звук издает? Как будто медуза. Вообще похоже. О, остановилась. Ну вот. Это, наверное, от ветра она. Все сломалось. Нет, мне кажется, она специально так. Нет. Так. Крутая. Все классно. Место для фотографий. Можно фотографироваться. И лавочек очень много, что хорошо. Очень много всего, да? Да. Это красиво. Хорошо, что мы не голодные. А то мы уже что-нибудь бы съели. Ирина, чтобы, да, уже в рыбном ресторане сидели. Ага. Ну, как минимум, креветочку бы съела. Так креветочку тебе на рынке бесплатно предлагают. Надо было обойти весь рынок и наесть эти креветки. Да, там можно было бы наесться. Но неудобно. Неудобно потом отказывать, не брать. Солнце совсем дошло. Возвращаемся. И тут плохо то, что вниз мы шли к пляжу по лестницам. А сейчас наверх. По лестницам. Мы прошли всего штук 50. Да нет, даже поменьше. Да нет, они низенькие. А, ну да. Много поэтому. Ну, не так много, сколько еще осталось. Но мы реально уже устали. Что-то не 800 ступенек, а уже устали. Ну, когда было 800, мы готовились. Ну да, морально. Да, ты же морально себя готовишь. А здесь мы не знали, что к пляжу столько ступенек может быть. Они нескончаемые. А, ну мы же без машины пришли, поэтому идем пыльком дальше. Пыльком пришли, но поэтому тяжело. Ничего, справимся. О, маленькое место для передышки, короче. И дальше. Вот это, да. Ресторан Cinema. Красивое здание, все светится. О, камейка. Не сильно маленькую выбрал, нет? Самый рад? Как раз посередине. Как же быстро здесь темнеет. О, вот это вот хорошая штука. Очень быстро добираться можно. Только мы ездим, наверное. Да, ну многое, чем не умеем ездить. Вообще здесь очень тихо и спокойно. Очень пусто в Сочи. По сомнению с крупными городами, например, Лазаревская, где все там, зайдите сюда, купите то, построяйте бесплатно. Здесь очень спокойно. Может, мы просто в таком районе живем? Вот там, с другой стороны реки, где центральный рынок или морской порт, там может быть побольше машин, людей, всего, инфраструктуру. Ну, здесь очень спокойно. И на набережной везде спокойненько щадят. Нет этой толкучки, спокойно идешь, фотографироваться можно. Да, прям приятно. Я ожидал от Сочи. Кого-то кипиша постоянно. Кром курортного, курортного города. А это не курортный город. Ну, он курортный город, но такого нет. Да, такого нет. Как действительно, как курорты в деревнях. Да. У нас уже вечер, мы тут понемножку раскладываемся. Уже вот вещи. Ну, что-то разложили, я в банке там все пораставила. В магазине мы ездили, купили чай, кофе, коли, шоколадки. Вы что-то сегодня набрали? Всего по чуть-чуть. У нас сегодня, как ты сказал, пир или что? Ну, да. А, у нас же еще Балтика безалкогольная. А где она, в холодильнике? Да, она в холодильнике. Мы показывали, да. Арбуз, персики, персики. Вот персики, их большие, 4 штуки. Вот эти два темных уже надо съедать. У меня тут травы, ромашка и эликосол. Я хотела грудной сбор купить, номер 4, но здесь такого вообще не найти. Мне дали какой-то эликосол. Но он тоже нормальный, там, солодка, ромашка, тоже травы нормальные. Подойдут мне, поэтому я пью сборы от Колича. А, Wi-Fi опять у нас нет, да? Мы счастливчики. На всех этажах есть, а у нас нет. Но он есть, а потом он отрубается, то есть до нас не допивает. Сейчас арбузик порежем, да? Да. Пойдем, еще разберем вещи, я монтировать и будем спать. Добро пожаловать, Николай. Спокойной ночи, Николай. Итак, чем мы с утра занимаемся? Нет парковочных мест. Мы находимся возле зимнего театра. Да, кстати. Короче, здорово, хреновина. Прямо очень. Вон, касса есть, даже. Можно купить билетики. Но мы театры как-то не очень. Я не был. Нет, я был один раз. Ну, Коля не хочет категорически. Ну, на море как-то не для этого вроде как. Ну, да. Время уже 10 ровно. И здесь много парковочных мест, но нет ни одного. Ни для обычных людей, ни для инвалидов. Ну, я вот позвонил чуваку, попросил его убрать, но что-то он не хочет идти. То есть на места для инвалидов стоят обычные люди. И мы уже пора из пляжа идти домой, а мы даже не можем добраться до пляжа. Инвалид, инвалид, на голову инвалид. Справа инвалид, справа не инвалид. Место нам освободили. Вот зимний театр. Парковка большая. И вот здесь сразу вход в восточный квартал. Квартал или квартал? А вот фигу узнают. Опять скажешь, что мы безграмотные. Ну, да. У Коли спрашивать это так себе идея. И здесь много лестниц вниз. Почти 800 ступеней вниз. Разделенная на 10. Пока что мне Сочи нравится. О, смотри, Агава опять. О, опять такие. И справа Агава. Симметрично все растет. Ну, конечно, здесь прям красиво все. Что тебе в Сочи нравится? Нравится. Ну, да. И пляж очень хороший, даже, Тиморский. В сравнении с Лазаревским. В сравнении с Лазаревским, это вообще небо и земля. В 11-м часу, вот столько вот здесь народа, нам освободилось место прямо вот возле моря. Очень повезло. Вообще, реально. Не зря нам того чувака на Рио, который на инвалидное место поставил без... Надо было столько ждать, 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 чтобы попасть прямо к морю. И мы реально подошли, только тут вот сопрошли. И люди ушли, и мы постелились прямо здесь. Очень хорошо. Это прям прохлада идет с моря. Все в этой жизни не случайно. Да, случайностей нет. То, что заслужил, то и получаешь. Значит, все хорошо застыло. Ну, сегодня, да. Я же ни на кого не злился. Я просто позвонил. И даже никого не фотографировал, не отправил в ГАИ. Нет, и в ГАИ не отправил. Молодец. Сегодня мы просто дужки. Просто дужки. Какая милота. Люди тут выложены. По поводу безопасности, хочу сказать. Вон там на пирсе спасатель, да? Да, но он говорит, чтобы зубыки не заплывали. За этим следят. Еще вдоль моря. Вот это вот, у большого пляжа два спасателя. Вдоль нашего пляжа два стула. И здесь тоже спасатели, которые тоже следят. По поводу лежаков. Один лежак стоит 700 рублей на весь день. Ну, они мягкие, они с матрасиками. Но нам бесплатно. Он увидел Колину ногу и сказал, что инвалидам бесплатно. Но это не всем. В первой группе. В первой группе перед, ну и тебе. Ну и тебе, да. Кстати, вот эти качели, они раскладываются и превращаются в двуспальную типа кровать. Стоят они 300 рублей в час. Так, на пару часов. Есть раздевалки, душ, да. Душ для ног, душ для тела. Все очень хорошо оборудовано. А главное прям тут, рядом с нами. Сегодня мы пошли в другую сторону набережной. Тут тоже всякие магазинчики, дерево вот прям над нами. Сосна. Там какой-то пляж, по-моему, платный от отелей. Ну, вообще закрыт. Хотя вот здесь люди заходят. Может, здесь можно зайти? Ну, мы просто гуляем. Там вон осел впереди гуляет. Бедный осел. Он ко всем пристает. Это не тело-то конь. Никто с ним не фотографируется. Да, это конь? Да. Ну, были еще осмы. А сзади не видно с моим зрением, кто это. Тут и хаги-ваги ходят, и всякие мультяшки. О, смотри, корабль. Пойдет чужина, гранд-отель. Действительно, видимо, это пляж отеля «Жемчужина». Он большой, наверное, отель большой. Ходим, смотрим меню. Медийное место. А, медийное, да? Вон оно, медийное. А вот это, что ли, жемчужина? Нет? Да, вот он, смотри, какой огромный. Ого. Вообще класс. Вот это красота. Интересно, сколько там стоит номер? Давай же мы будем гуглим какой-то. А вот моллюска. Устричное место. А где ты увидел медийное? Здесь устричное. Ага, да? Тоже, видимо, от этого гранд-отеля. Жемчужина, да? Отель «Жемчужина». Вон как круто парить вот на этих вот... Не помню, как эта штука называется. Ну, да, за счет эти... Реактивные струи. Ну, да. Мы не интересовались, потому что мы такое точно не умеем и не хотим. Я бы не пошла на такое. Но выглядит, конечно, круто. Те, кто умеет и любят вот эти всякие водные развлечения, интересно. Смотришь, сколько отель стоит? Ну, да, но тут все распродано. Все распродано вот в этом вот огромном. Двухместный люс 22,500, да, за ночь. Ну, за день. Ну, понятно, люкс. А не люкс, наверное, где-то 10 будет стоить, наверное, от 10. Ну, наверное, да. Наверное. И пляж у них хороший. Да. Надо на следующий год побольше накопить. Ага, и сюда, да, приехать. Да. Это у нас весь бюджет за 10 дней уйдет только на проживание. Ну, 10 дней-то это мало, но так на мало не ездим. А на корабль можно зайти? Ну, вероятно. В флигустер. А, это ресторан. Пойдем дальше. По деревьями хорошо. Пойдем, где покушать. Они вот так вот растут и прям тень создают. Очень комфортно под ними отдыхать. Мы сорвали плод с дерева. Шушка такая необычная, футуристическая. Это вот такое дерево. Вот, у нее сначала зеленые, видимо, шишечки, а потом вот такие вот черные становятся. Ну, темные. А потом они разъединяются и получаются вот как у Коли. Крутая, да? А вот зеленая. Видишь, по линиям разъединяется. О, как круто. Посадим дома, вырастим. Я же люблю сажать все. Ну, да. А что, шишку, думаешь, можно посадить? Слушай, так в шишке должны быть орехи. Где орехи? А это шишка без орехов. Это какая-то неправильная шишка. Шишка должна быть царить. Я же делала неправильные орехи. Неправильные орехи. Вот это тоже кипарин. Здесь какие-то маленькие-маленькие. Какого-то верещагинская дача. Верещагинская дача. За высоким забором. Мы идем тут по пути. Вот такая вот капсула времени. Интересно, что там. Ну, мы вряд ли это узнаем. В десятом году законсервировано. А вот это, это банан. Я все думала, что это пальмы. Действительно ли банан? Может, он какой-то декоративный? Потому что бананов в своих не видно? Я же тебе сразу сказал, что бананы. А может, он декоративный? Нет. Почему нет? А бананов-то нет. Так не срезали уже. Ты под пальмой тут сидишь. Какая тут природа, конечно. Прям как в джунглях. Нашли столовую такую достаточно красивенькую. Взяли свинину у меня тут. Арбуз взяли. Наконец-то попробовали столовую. Салат с коробными палочками. Николи вот такой салат. Это манты у тебя, нет? Манты. Борщ и два палпота. Как обычно, борщ. 885. А я сегодня без лапши. Да. Ну, единственное, что в Сочи, это уже вторая столовая, да, где мы едим. Очень недовольные люди. Грубый персонал. Они недовольные. Они спросили, ушли. Вес не запомнила. Она, по-моему, а типа напишем 150. Ну, короче, как-то вообще. Она написала, что написано 150. Но она что-то там говорила, что 50, а такая типа что-то другое. Она, типа, 150 рукой махнула. Я не знаю. Ну, короче, как-то очень грубая. Хотя цены гораздо дороже, чем в других. Цены дороже, а люди прям грубые. Грубые. Ну, в принципе. Именно те, кто занимается обхоживанием гостей. Те, кто работают в столовой. В столовой, да, те, кто работают. Пойдем руки мыть? Да. Это мы были в столовой веранда. Здесь лежит котик. Прямо на дороге. Ничего не боится. Да? Он что-то объелся. Доброе утро. Он живой вообще? Нет, был живой, потому что когда мы шли туда, он лежал в другой позе. Несем с собой арбуз со столовой. Потому что наш-то арбуз вчерашний был просто отвратительный. Ну, мы его разрезали и положили в холодильник. Сейчас не выбросим. Выбросим до сегодня. Ладно, он был просто не сладкий, но он был мягкий какой-то, протухший, прокисший или старый. В общем, непонятно. Есть его точно нельзя было. А здесь в столовой Коля сказал, что сладкий. И нам вилочку, кстати, дали бесплатно. Хоть что-то бесплатно. Да. Сейчас пойдем домой. Я буду заниматься вонтажем. Снимай, снимай. Да, пока я снимаю, ты все съешь. В общем, тот человек на рынке нас нагло обманул. Вот где, кому можно доверять, когда говорят сладкий, он был бы сладкий. Притом за 40 рублей килограмм. Да. Везде по 25-30. И причем этот огромный арбуз Коля несет на одной ноге и потом выбрасывает опять, тащит. И вот сколько раз так можно сделать. Как найти вкусный, неизвестно. Коля уже сходил, покупался. Я монтировала видео. Не могу купаться, не смогла сходить. Надо было делать видео. Интернета-то нет. Интернета нет. Отключается опять все через телефон очень долго. Да, интернета нет вообще, потому что опять отключали свет. В каждом городе отключают свет, кроме Лазаревского, да? В Лазаревском, по-моему, не отключали. Коля пришел, мы заказали пиццу. Опять Додо-пицца называется Додо, да? Правильно? Да. Масло масляное. Еще два ческейка заказали. Но они в холодильнике на утро. На завтра. Плюс этого много, да? Мы говорили, нет? Тут есть лиц-система. Ну, это да, это мы говорили. Стиральная машинка есть, можно бесплатно стирать. Тазика нет, поэтому стирать в машинке. Только она постоянно занята. Ее включают в 6 утра и выключают, по-моему, в несколько часов ночью. Она постоянно пиликает, да. LG, как у нас пиликает. Та-та-та-та-та-та. Ну, короче, понятно. У кого LG, тот знает. Здесь очень много мотыльков. Светок же нет. И самая главная проблема. Иди показывай. Ой. Давай, вперед. Я, правда, только мыла голову и перебила их. Короче, здесь все в муравьях. Внизу муравьи. Их, видимо, уборщицы туда смывают. Там смыв, слив. И они оттуда тоже лезут. В общем, они везде лезут. В раковине. Везде, везде, везде. На шторке много муравьев. То есть я мыла голову. Их постоянно давила, убивала, смывала кипятком. Их очень-очень много. Вон они бегают между бутыльками. На бутыльках, в губки. Да везде. Я Коля взяла, чтобы он мне хотя бы все промыл, поубивал. И дал мне чистые бутыльки и чистую губку. Мы думали, они из окна лезут. Но, видимо, все-таки из щелей. Вон там же вот прям все открыто. На стенах они там, в душе. Не знаю, я за 20 минут мытья головы убила, наверное, штук 50. Скорее всего, они лезут из щелей. Нам дали вот такие ловушки. Вот одна. Вот вторую мы поставили сюда. Их вроде как смываешь, убиваешь, и они опять лезут. Смоешь, убьешь, опять. По полу, по ногам. Это вообще жизнь. Короче, все у нас, без славы богу. Ну. Мы попросили другой номер, но сказали номеров нет. Ну, что невидимительно. Давайте забрызгаем химией, раптором или чем-то. Да. Я говорю, ну у меня аллергия, как бы не хочу этим дышать. Они говорят, ну давайте вы когда пойдете гулять, мы забрызгаем. И вот ловушки поставим. Но я смотрю, они ходят вокруг этих ловушек, как бы хоть бы хны. Они привлекают их ловушки. Я не думаю, да, что им очень интересны ловушки. Ну мне вот поставь ловушку, а что пойду в нее. Ну, им интересны мы, но не ловушки. А муравьи кусаются, потому что я знаю, у нас в Сибири они кусаются. И это проблема, с которой мы никак не сможем бороться. Они неиссякаемы, они лезут и лезут. И это неприятно. Будем ужинать и начнется спать. Покажи пиццу. О, красота. Даже не верится, что мы в Сочи. Так, не пугайтесь, у меня мокрая голова. И без пицценчики. Я только помыла. Да, я такая. Так я такой стресс испытала в душе. Прям моешься, они ползают везде, по стенам, по ногам. А ты еще не мылся с муравьями. Нормально. Я не боюсь. Ты тоже ощутишь это. Ладно, все, будем есть, с вами прощаться. Мы в Сочи. Хочешь сейчас сказать? Да, надеюсь, посмотрим, что будет интересно. Ездим на трассу Формулы-1. Обязательно съездим на трассу Формулы-1. Времени мало. Времени мало. Как ты правильно говоришь? Так что, все. До скорых встреч вам. Спасибо всем за просмотр, комментарии, лайки. И всем пока-пока. Пока. Пока.